Доброе утро! Меня зовут Анастасия, и я эксперт по фитнесу. О ленивых мифах вокруг тренировок и поговорим. Дом, работа, дом. Универсальный график трудоголика. В нём точно нет места фитнесу. Да и тренировки быстро наскучат. С такими мифами и будем разбираться. Миф номер один. Я быстро заброшу тренировки. С такой установкой – да. Но можно посмотреть на тренировочный процесс иначе. Придумайте цель и составьте план. К какому результату вы стремитесь? Пробежать марафон? Уменьшить цифры на весах? Или же укрепить мышцы? Разбейте цель на мелкие шаги. Двигайтесь от пункта к пункту. И сами увидите, как быстро достигнете желаемого. Чтобы не было резкого желания бросить тренировки, важно давать себе отдых. А ещё занимайтесь тем, что нравится. Не любите бегать? Не бегайте. Не занимайтесь в зале, если вам трудно. Превращайте тренировки в хобби. Пригласите кого-то из друзей тренироваться с вами. В таком случае пропустить занятия будет сложнее. Договорились же всё-таки. Миф номер два. Активный образ жизни ничего не даёт. Регулярные занятия спортом всегда приносят плоды. Но плоды у всех разные. В зависимости от вида тренировок, уровня активности, регулярности и требований к себе. Так что же подарит активный образ жизни? Готовьтесь загибать пальцы. Во-первых, это полезные привычки. Вы начнёте больше ходить, припочтёте лестницу, лифту или станете пить больше воды. Бонусом будет и чувство бодрости с хорошим настроением. Увеличится продуктивность в работе, улучшится сон и выносливость. И, конечно же, подтянется фигура и появится красивый рельеф. Сделайте физоактивность своим образом жизни. Это не отнимет много времени. А вот зожный эффект останется надолго. Субтитры подогнал «Симон»!